Музыка Сейчас я вам покажу, как подготавливается мясо к бешбармаку. Для этого свежее мясо обязательно засаливается. Берется чашка, вот такая вот, и берется то мясо, которое будет вариться на бешбармак. У меня это вот такое вот мясо, это все ложится на хороший бешбармак. В среднем, сейчас я буду солить вам и рассказывать. Обязательно мясо, для того, чтобы оно давало вкус, а это конина, ее обязательно надо солить. Немножечко делаются небольшие разрезы, сильно его повреждать нельзя. Немножечко делаются надрезы, чуть-чуть по всему мясу. Много не надо. И берется соль и мясо притирается. Если вот кого-то интересует, сколько мы мяса ложим на... Пересаливать мясо вообще можно не бояться. Мясо возьмет соль именно столько, сколько надо. Лишнего мясо никогда не возьмет соли. С расчета берется полкилограмма. Это так, как меня учили. Как меня учил мой папа. Как моя бабушка говорила всегда, что мясо берется без расчета полкило мяса на человека. И вот оно вот прям вот так вот хорошенечко втирается. Особенно где кости, где мякоть. Прямо оно туда, во все вот эти щелочки. У меня тут мясо молоденькое, хорошенькое. Видите, розовенькое такое. Вот прям пересыпается. Оставляется в тепле где-то на сутки. Ну, как в тепле. Немного так прохладно. Я поставлю возле балкона. До тех пор, вот пока весь оно не просолится. Пока оно немного не потемнеет. Выйдет вся лишняя кровь с него. И будет хороший пешбармак. И потом выносится на мороз. А если... Это для того, чтобы вот мясо у меня было готово к 31 числу. Ну, на Новый год. А если мясо не так скоро будете готовить, например, я вот его покупаю, и оно у меня должно... Может полежать там некоторое время на хранении, например. Лед это так же его солится. Но уже можно его в тепле не держать. В принципе, соленое мясо, оно никогда до конца не замерзает. Тогда его можно посолить и сразу убрать в морозильник. Там оно само потихонечку дойдет. Так, вот этот кусочек я посолила. Теперь беру ребро. Это такое вот... Самое такое место. Самое вкусное, почетное. И тоже его обязательно надо присолить. Хорошо высолить. Прямо с любовью. Все это втирается. Вот такие вот части ложатся в хороший бешбармак. Казы, жамбас. Такие вот аккуратненько-аккуратненько. Видите, мне даже соли не хватает. Сейчас я пойду еще соли. Насыплю. Особенно вот жирочек. Все это аккуратненько надо все-все-все присолить. Оно дает, да? Да, оно все-все-все само пройдет. Так, ложится. Так вот. И еще вот такая вот у меня часть. Немножечко вот попротыкать его здесь. Чтоб не повредить, конечно. Видите, это молоденькая тушка. Тоже аккуратно. Поэтому если, еще раз говорю, варить настоящий бешбармак, особенно если это бешбармак наш, казахский, с канины. Канина очень вкусная только тогда, когда она присоленая. Да, этот бесподобный знаменитый вкус. Вот так. Видите, вот оно уже начало вариться в соли. Видите, вот оно светлеет уже вот так вот. Уже такой вот этот. Все. И вот оно вот так вот накрывается. Вот такое количество мяса ложится на один хороший бешбармак. И вот еще берется обязательно шужок. И вот. Вот это называется один хороший бешбармак. Так что, вот такая вот подготовка мяса идет. В общем, оставляю, засаливаю. И до Нового года у меня будет хорошее мясо на бешбармак. Это, конечно, я сейчас убираю в морозильник. Это я просто, чтобы вам показать. А это я сейчас прикрою чашкой, оставлю. И потом просто-напросто уже заложу в морозильник. Если вы хотите, чтобы я показала уже готовый бешбармак, я его сварю. Напишите в комментарии. Я отсниму, как я буду варить бешбармак. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok